всем привет еще раз 7 ноября пивная пятиминутка илья продолжаем с новинками с многочисленными новинками из кб пиво у нас рад хэрон интересное название блин раз это вроде крысы ну все уже видели а сейчас я попробую и скажу вам свое мнение по поводу этой новиночки из германии по стилистике это у нас обещают даже пилстер прикиньте короче опять какой-то ноунейм но не какой-то ведь и опять же это кричащая надпись они вот походу фишку какую-то просекли что вот ободок и сверху на написать вот в этом ободке откуда же пиво потому что там было бельгийский от мартенса тут германия и вот импорта from germany я уже прочитал это у нас фиш лескин делает не успокаивается в принципе ну блин да у нас не только оттингер их браун и мартенс херачит я их как-то отметил как компании которые никак не откажутся от российского рынка такие вот они продажные шкуры что совсем забыл про фиш лескин наш любимый популярный зачем зачем кб заказывать эту хрень когда у нас такое же варят в россии неужели люди прямо клюют на эту надпись импорт от from germany это же посредственное пиво блин российская только наш конечно еще с дефектом делают ну ладно и рад херен франкфуртер пилс франкфуртер какой-то светлая фильтрованная пастеризованная баночка 05 вот она единственное отличие от нашего говно до нашего говно от этого говно то что у нас русская пинта везде повально 045 здесь все-таки 05 фельдш лед хин дрезден германия так че интересно страна страна блять импортер где состав вода сал пивальные члены экстра хмеля хмель так алкоголь 5 и 2 вообще в принципе мы вот у меня вопрос такой немой возник зачем класть и экстракт хмеля и хмель то есть вообще в принципе с вопросом о том что такой экстра хмели мы разобрались это ничего плохого это тот же хмель только уже подготовлены и туда что ты зачем остался у меня второй вопрос зачем они делают этот и удобный хмель и обычный хмель почему их кладу 2 какой в этом смысл этого я еще понять не могу до этого я еще не дорос до этого я еще не дошел так 5 и 2 слушайте нихрена вот так то блять пил стар 5 едва был четыре с половиной ну и всего лишь 11 8 то есть опять по плотности это у нас будет очень так слабовато мягковато но цвет ну золотой в принципе нормальный но уже ближе опять же говорю карбонизации почему-то много пузырьки идут не люблю карбонизацию надо ее под вытряхнуть немножко а то она весь вкус мне сейчас забьет на хрен и пил стара я не почувствую да это мистер золотой дождь этой любимые его варианты помните да кто это такой чувак который отбирает пиво для сети к.б. хорош пиво он отбирает очень редко вот а вот это его стезя да нет я бродут очень мерзкий аромат запахло сначала был противный солдовый аромат потом пошел этот золотой дождь а сейчас знаете чем пахнет блин я даже не могу это говорить на камеру жидким стулом блин он аромат постоянно меняет сейчас пахнет жидким стулом и мне кажется сейчас меня вырвет это отвратительная хрень от из германии на аромат по крайней мере ну на вкус я думаю это будет кислинка хотя к кислинкой мы ждем пилс так только не дышать лишь бы не дышать потому что не дай бог мне сейчас на камеру вырвет так зажали доз пилс на блять им лишь бы написать написали бы просто лагер просто нет отвращение даже это язык не работает написали бы просто лагер какой нахрен пилс or или опять до перми дошло испорченное пиво кстати газики неплохо так херану потому что очень мало газации солодовая очень легкая кислинка хмель горчинки хмелевой нету она на послевкусие блин и опять же может это опять от ипы я вот эту неделю и хотел делать в принципе сначала вот это а второй ролик уже и по потому что это я сейчас даже отрываю мне все еще и по все-таки милкшейк да но там хмель спрятан был и потом он уже вот раскрывался он оставался виде вот-вот аккумулировался так сказать сейчас вот небольшая отрывка идет и она хмелевая и она стопудово нет нет этого пива блин и вот наверное завтра я начну все-таки начинать вот с кбшных новинок а потом уже извиняться перед своими вкусовыми сосочками и пашки и пашками которые я купил ну потому что как-то не очень серьезно получается вроде хмель появился но нету горчинки хмели он как бы чувствуется но нету горчинки хмелевой ну с пилсером это очень трудно связать ну хотя бы это без дефектов но она рам на аромат дресня на аромат действительно это очень паршиво а вот на вкус как и ожидалось это будет по-другому ну как ожидалось хотелось бы тоже не хочется пить тоже чувствовать во вкусе то что есть на аромате ну хотя вообще нет это опять мистер золотой дождь продвинул пиво которое никак не канает фу болен и чё сейчас придется извиняться перед своим вкусовым сосочками это надо идти в кб покупать волковскую и пушку кстати у нас и пушки кстати волковский этот подорожали стоили 61 охрененная цена для волковской и бы сейчас стоит 65 поднялась до 65 напишите кстати в комментариях как у вас вообще тоже есть такая тенденция или нет или вообще в кб ходите раз в месяц и вообще не замечаете как там цена меняется в общем дизлайк не из банки наверно садануть можно потому что его главное его не нюхать потому что вот у меня прям реально какие-то отрицательные появляются моменты с этим ароматом ужасно все на сегодня наверное будем прощаться если я сейчас не найду новиночку одну которую увидел рекламу увидел сети пятерочка а самого пива еще не появилась если его найду я прям сегодня его за за это за тестю потому что это все это моя тема коллекционные в общем когда появится увидите обязательно об этом я еще скажу если не найду то все на сегодня заканчиваем раз добавлять р.н. завтра будет пшеничка на есть не настолько отвратительно хотя я уверен что она будет настолько же отвратительно я даже не сомневаюсь я просто болеть вот во всех новинках я вообще не сомневаюсь что они будут дерьмовыми ну я имею ввиду вот эти вот ноунеймы от пивоварен которые все штампуют и штампуют нашим сетям российским пивасик и похер им на всякие санкции там и тому подобное все до завтра берегите себя будьте здоровы конечно же не болейте открывайте для себя новые стили пиво пиво пилснер кто не пробовал вот этот не стоит пробовать это не пилснер в принципе блин урку ушел урку уже не продается я даже не знаю какой какой посовет не буду ничего советовать пробуйте просто пилснеры какой больше зайдет тот и год и открывайте для себя новую пивоварния опять же фельдш лезхин нет если был бы оригинальный который из германии и для германии варится это другое дело то что для россии это помои в принципе конечно я обещал фельдш лезхин там еще есть пилснер и вид крафтовую линейку кроме черри я там попробовал вроде и пута точно самый первый пилснер и вид еще что-то был у меня банки то остались но это я их пил до канала а бог там был то есть я вот мне он прямо очень нравился за такие деньги баночку засадил лето еще было баночку засадил хочешь балдеешь прекрасно 50 на 50 завтра посмотрите бы но все увидимся может сегодня мой зад по настроению потому может еще чуть найду какой-нибудь говнище сегодня прикуплю и решил сделать обзор всякое бывает давайте